привет я только начинаю улыбаться голова так трещит погода меняется с комментаторов и еще любимые куколки куколки распаковочка что же мы приобрели в магазине продуктовым давно не было распаковок да да она не шла с временем показываем за евро что нормально знаете так когда захочется поесть перекусили вредно ну по нашим финансам это то что надо помидоры помидоры 500 грамм станет буду называть цены помидоры евро девятнадцать поэтому и взяли они просто вкусные те которые на развес самим набирать вот такие типа похожи они все зеленые зеленые поэтому лучше уже взять такие даба мы считаем сколько на килограмм помидор девятьсот пятьдесят нормально ой что я посчитала я думала чисто этот математик чем на нормально с математикой ну кило сто пятьдесят всего давайте дальше так взяла я себе значит такой энергетик чувствую упадок сил конкретных мне надо убирать делать домашние задания плюс еще сегодня я я не могла делать пробный наш тест который написали я вообще была развалена я просто на кусочке как будто я не знаю мне что поедать поэтому решила что возьму энергетик сегодня нам сейчас а второй главным я такой не буду пить максимум вот этот диагноз точек сделали то я вообще настолько противник энергетиков ребята вообще по возможности никогда не пейте энергетики они влияют просто серьезным образом на почки на сердце вообще а у нас девушка на курсах она постоянно пьет энергетик каждый день вот такой вот 0 5 но представьте это же вообще мне только стоит сделали два глотка я уже в течение дня что у меня вот так как можно тебя примолкнуть немножко уже ты чувствуешь боль в почках в сердце хотела рассказать просто но уже не что у тебя сердце у меня почки первые давай уже цебуля цебуля евро 19 что мы приобрели выгодную такую вот скидка была на это мясо килограмм филе 8 евро это я считаю за килограмм вообще шикарная цена до последнюю упаковку забрали вальки поэтому мы не могли не взять у нас а еще мы взяли по скидке заморозим морозилку закинем 400 грамм 289 но это нормально сегодня я готовлю рецепт кола будет итальяна моя любимая паста карбонара называется я думаю многие знают она очень известная паста итальянская она нереально вкусная но у нас будет немножко мне ну не немножко они оригинальный рецепт но тот который знаю я этот который я делаю и когда бы я его не делала все его оцениваю моя сестра мама твоя и я я вообще не только вы не было именно такие бы хотели большие крупные найти крупных не было изливки надо вообще девочки для этой пасты там они расскажут 20 процентов ну за 7 процентов тоже сойдет и да кстати все сбилось важный момент до 7 процентов наши сливки но нужно для того рецепта 20 процентные сливки но я это уже буду рассказывать когда буду готовить сыр также конечно должен быть пармезанным берем более бюджетный вариант поэтому нормально потому что шпагетти тоже у нас это нам вариант но ничего кофе сливки взяла кофе купила знать что дешевый самый за 99 центов и для карбонара значит взяли мы вот такой кусочек я не знаю буженинки не буженинки никогда такой не брали кстати да попробуем варить евро 490 грамм за 5 евро я считаю это практически 400 гривен за килограмм что хотела еще рассказать как-то раз я сделала своему парню вот эту карбонару и дело ее по оригинальному рецепту то есть там был и пармезан и желток сверху когда блюдо ты насыпаешь готовое уже блюдо и сверху идет желток я сделала так а он оказывается не переносил вот это желтки как ты так кто еще жутки у нас не есть кто-то а кевин да не из жалки вот и или мы ошибаемся не помню и он об этом не сказал что он не может это есть начал есть ну и шоу представишься да серьезно сюда но он понял что был суд и что так я сначала не поняла в чем дело я думаю что в смысле невкусно это вообще произведение искусства я считаю ну скажешь правда очень не заставляет не одну правда то что ты делаешь что реально вкусно готовится быстро просто но но нереально вкусно я не просто она делает вот именно карбонару все вот вот ломтики она режет прям как нужно не взять там да как я вот так нарезала все закинула быстренько сделала нет она именно с этим блюдом умеет ну ты умеешь расскажешь а потом меня все равно оба суд когда я буду готовить какая разница не заяла не знаю типа и все знают твой бывший парень может так сказать я думала который я сказал так он из-за желтка типа но потом я ему сделала без желтка но в чем же суть даже еще в соус идет сырой желток а он потом когда другой раз сделала он об этом не узнал и шума очень вкусно нет а потом к потом уже сказала она признала ничего же не заметила когда вот сверху я же просто хотела сделать красиво поняла как вот задумано именно в рецепте ну ничего но в этот раз мы тоже я не буду делать это что же желток не скидки более сырые в заведении когда-то ела правда очень вкусно да нет вспомни вот этот раз когда мы заказали карбонару в я пошки я пошка это сеть ресторанов в харькове там суши пицца супчики азиатские заглял азиатский японские добавили карбонару итальянский итальянская не помимо пиццы добавили карбонару у меня день рождения мы тогда как-то не особо отмечали дамы на работу ходили до это мы заказали не суши заказали и вот эту карбонару ушел открываем эту карбонару она просто вся в жиру это был не бекон не какой-то балык я не знаю какой-то нас а тупо куски жира шкварки как бекон боже мой там больше было прямо так расстроилась хотя раз и что до травилась помню перед этим днем рождения я не особо хотела есть но нас это тоже не ела мы разобрались да мы у нас вот шо шо в украине нет проблем в плане доставок в плане ресторанов если тебе там что-то куда же кольца же волосинка какая-то попалась если там тонко нарезание дорожат свои репутации ты видишь что продукт не соответствует реальности тоже вот наш случай типа потому что мы увидим мы что это салат подали мы сразу звоним им на администратор или на кого-то отсылаем фото блюда вот они но они говорят и подправьте нам фото что мы рассмотрели типа разберемся с этим за 10 минут рассматривают поговорили не сказал окей мы переписывали все они либо там возвращают деньги дают бонус либо привозят переделывают блюда как бы на ваше усмотрение но они реально дорожат своей репутацией и очень такие не ответственные мне нравится в этом плане на смысле но мы вот когда дай бог поедем мы вам этот покажем за может закажем что-то да и расскажем пока что вообще я уже запланировала смотрите нас в общем такая вот у нас распаковка получилось пишите как вы считаете 30 евро это дорого и нормально ну не знаю ну мясо килограмм да еще 400 грамм а еще это короче нормально все у нас кое-что мы еще скрыли что мы взяли кока-колу скрыли на самом деле не скрыли я просто не знаю где она наверное в коридоре стала в руках маслом в общем как то так ребята пишите как вам наша закупка пишите будет ли вам интересно увидеть рецепт карбонары я ее буду снимать итальяна грация сеньора в общем как то так все ждем ваши комментарии лайки подписки всех любим всех целуем всем пока пока